Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, помните, нас еще недавно бушевали страсти по вакцинации? И как преследовали противников вакцинации, да, и сколько рекламы были, как обязывали, да, люди не могли пойти на работу, не могли куда-то переехать, да, там, в аэропортах справки, тесты, да, куда это все пропало? Вдруг, да, вдруг все исчезло, да, вот как бы по мгновению волшебной палочки все, мы обо всем забыли, да, у нас, друзья мои, память, как, наверное, как у цыпленка или у рыбки гупьи, которая поначалу выпучивает глаза и ой, а что такое творится, да, а потом вдруг раз и уже повестка переместилась, да, вот, друзья мои, что энергия, что информация делает с людьми? Если вот буквально недавно это прямо вот всех трясло и были, преследовали антиваксеров, называли их мракобесами и все это, и прямо навязывали, да, навязывали людей, выгоняли с работы, требовали лицесправки, требовали еще что-то. Ну так вот, друзья мои, да, вот, тем, кто перетерпел, тем, кто, как говорится, пересидел и сказал, ладно, вы нас так убеждали, такие умные люди, такие профессора, что как это, как это полезно, как это спасет, спасет всех нас. Но, друзья мои, что же, прошло время и сейчас вот уже начинают такие вещи происходить, в частности, сенатор, российский сенатор, как его там, Алексей Пушков, вот этот Пушок, заявляет, значит, что информацию о вреде западных, западных, заметьте, вакцин от этого, так сказать, заболеваница, которое мы все с вами знаем, для здоровья уже невозможно скрыть, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя очередные итоги исследования по этой теме, вред от западных, западных вакцин, а наши, значит, наш вот этот вот доктор Барменталь, или как его там, мы уже забыли-то этот, а, Гинсбург, Гинсбург, да, лысая башка, да, пирожка, вот Гинсбурга мы с вами забыли, с его этими фокусами, и вот с этой великолепной, да, вот от западных, прямо вот вред, вред, а вот, а наши, это вообще элитное, элитное, хотя мне кажется, конечно, что мы могли сами изобрести, да, ни хрена не могли, вся та же западная дрянь, да, и вот все это, помните, куда-то в Бразилию бесплатно отправляли, что-то такое вот по всему миру, вот гремело, да, и вот этот Гинсбург, ох, как Гинсбург наварился на нас с вами и на государстве. Ну что же, значит, а вот теперь вред от западных вакцин против ковида, 168 миллионов человек с поврежденным сердцем, да, ну, конечно, то есть вот пока еще только доказывают, какие-то вот, опять же, не наши, это исследования не наши, да, вот, против западных вакцин, а против наших вакцин, наши-то кто исследует, у нас вообще есть чем исследовать? Ну вот где-то, значит, вот Департамент кардиологии Института исследований сердечно-сосудистых заболеваний в Базиле, значит, делает исследование и показывает, значит, вот там на этих испытуемых, что вот кто-то там, кто привитый, кто не привитый, и вот насколько сердца у этих людей подверглись изменению. И доказывает, что действительно и какая-то статистика, что вот 168 человек, 168 миллионов человек по всему миру, как бы, уже, уже пострадали в области сердца. Мы не говорим о других органах, да, мы не говорим о тех, кто уже, может быть, и умер от последствий этого, но, вот, как бы, только руками развести. У нас, конечно, все, у нас самые элитные. Наш Гинсбург, это вот гений из гениев, да, и его бочонок в этом институте Бармалея, да, его бочонок, такой ржавый чан, где он половником поплевывая варил эту вакцину, это вообще, это вот вреда никому не могло принести. Вот это уж, друзья мои, ну, вот это Пушков за это зуб дает, и, возможно, даже, как говорится, ставит на кон свою престарелую задницу. Возможно, да, друзья мои, я об этом не знаю, но, вот, видите, как бы, такие терпения и труд все перетрут, да, то есть, никогда не надо вестись на какую-то компанию, когда говорят, все, там, мы, мы должны, быстрее, быстрее, давайте, быстрее, вот, только вот заманивают, действительно, на бойню. И вот сейчас, заметьте, какая у нас все, там, тоже быстрее, быстрее, сейчас мы, там, против всего мира, там, все, давайте, давайте, сейчас мы встанем, да, вот. И сколько, заметьте, опять же, тех, кто подкидывается на это, говорит, о, да, подкидывается на ту информацию, которую нам начинают сейчас лить, да, то есть, вот, как бы, послушай пропаганду, послушай то, чего тебе советуют и остановись. И, во всяком случае, не делай того, что тебе советуют, а немножко подожди, подожди, и буквально пройдет, там, год-два, и все те пострадавшие, да, там, будут говорить, какие же мы были дураки. И, опять же, ринуться в следующую авантюру, которые нам будут навязывать какие-нибудь прощелыги и злодеи, которые, к сожалению, держат власть и, вот, так сказать, информационную повестку этого мира. Ну, что ж, друзья мои, вот так все тайное становится явным, но постепенно, не сразу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok